всем привет смотрите мой традиционный уже еженедельный обзор основных мировых инструментов начнем сегодня с рубля снова по большому счету тут ничего не поменялось глобально поэтому я буду краток если смотреть на котировки форекса на которых чуть побольше да вот собственно дней торговых то здесь четкий такой диапазон обозначился да вот идет у нас до штриховку вот этой вот области 110 там 140 и по большому счету пока цены выше l1 находятся да это как раз 110 сценарий остается позитивно как я уже сказал я не жду какого-то дальнейшего укрепления доллара но по крайней мере чисто вот технически картинка выглядит позитивно пока цены выше l1 как только произойдет закрытие ниже да и собственно закрепление не то чтобы закрытие на закрепление как только цена здесь вернется ниже 110 я думаю будет возможно там дальнейшее укрепление вот как я уже говорил фундаментально причин для ослабления не вижу но сейчас в целом обстановка нестабильная поэтому это естественно несколько усиливает доллар плюс в целом на форексе сейчас доллар пользуется спросом поэтому надо это понимать вот больше тут никаких ориентиров интересных нет перейдем к евро доллару и вот на евро долларе мы как раз видим что доллар тоже находится на максимумах видите был очень неплохой отскок но вот от этой зоны l2 отскочили очень мощненько поэтому в принципе находится снова евро на минимумах поэтому пока цены ниже l2 здесь сценарий негативны соответственно в теории может продолжиться это негативная динамика и дальше почему нет по крайней мере ничего разворотного пока не сформировали вот поэтому глобальная ситуация пока за доллар мы все знаем но надеюсь вы знаете что когда в мире нестабильность это всегда генерирует спрос на доллара на американские облигации государственные поэтому в целом ситуация пока за доллар но как только цены будут закрепляться выше l2 это даст повод соответственно перейти вот в этот диапазон да и уже сходить там в район 114 ну и там уже будем смотреть как будет цена преодолевать следующую зону вот пока так тут ну ничего интересного на мой взгляд пока еще не сформировано я говорил в прошлом обзоре что пришли к очень мощной зоне да отсюда может быть мощный отбой но пока вот был такой небольшой всплеск пока вернули вниз то есть в целом тут можно присматриваться каким-то разворотным идеям и входом в лонг если есть какие-то там хорошие варианты внутри дня потому что в целом тут зона такая потенциально разворотная но вот если говорить о дневках то после этого всплеска и отжатия вниз если не брать внутренние масштабы хотя там наверняка есть какие-то разворотные хорошие моменты здесь могут формироваться да я думаю вполне но не будут долезть тот если смотреть на денёвки то здесь о чем-то там разворотно можно говорить не ранее чем цена закроется вот здесь вот в глобальном плане так вот это ориентир на меня как только сюда цена уходит все можно будет говорить о каком-то потенциальном там развороте либо глубокой какой-то повышательной коррекции переходим к нефти по нефти мощная коррекция продолжается но дикой волатильность я сейчас посмотрел сколько это в процентах на процентах нефть уже отпадала 25 процентов но это прям конечно немало вроде все ждали большой 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 коррекции на программе я ждал да и вот мы видим такую за несколько дней буквально на 25 процентов собственно что хочу сказать но цены высокие но они могут дальше оставаться высокими в целом коррекция может здесь быть относительно скажем так текущего ценника и большой но мы уже можем никогда не увидеть там цены в районе 50 до о чем там я еще там говорил может быть там в прошлом году на куда хотел бы увидеть коррекцию теперь об этом но сложно сложно говорить конечно разные кризисные моменты до могут вмешаться но вот по текущей конъюнктуре есть явная поддержка у нас вот в этой зоне это в районе 90 собственно там дальше пока загадывать не будем там ничего принципе не изменилось в районе 80 70 вот но пока здесь какого-то супер долгосрочного понижательного давления я не вижу уже после вот этого всплеска сейчас может долго цена здесь заштриховывать в этом диапазоне если подогреваться она не будет не будет ухода на новый максимум в принципе здесь может какая-то стабилизация быть достаточно таком широком диапазоне там 100 140 но блин это прямо очень широкий диапазон и в целом это как раз по амплитуде будет достаточной коррекции до достаточной такой формации коррекционной 10 будет такая заштриховка после вот этого мега роста с 2020 года то есть в процентах это но нормально а если мы с 100 сколько там было 140 до 136 сходим то куда-нибудь на 95 но это блин глубокая такая коррекция уже по идее то вот поэтому что здесь сказать ну а опасно сейчас вообще торговать в нефти конечно с такой волатильности вообще поэтому с точки зрения каких-то формаций на дневках тут еще ничего готового нет поэтому тут можем эту область долго еще заштриховать вот поэтому я бы здесь пока просто подождал каких-то прогнозов тут особо делать не на чем на есть он и поддержки на посмотреть как бы цена реагирует если дойдут отобьются но в принципе это локально позитивно будет может быть рассмотреть какие-то ланге на это вот на дневках несмотря там на какие-то внутренние масштабы я говорю сейчас вот и соответственно здесь уже там цены примерно у нас ориентиры есть куда где могут там отскочить вот поэтому пока диапазон такой вот 95 примерно 135 40 долларов здесь могут штриховать эту область долго больше какие-то там интересных моментов текущий момент не вижу потому что ничего интересного по сути еще и не сформировано на дневке по золоту хороший отбой хороший отбой от зоны максимумов фактически до выполнили еще одну цель получается на прошлой неделе она практически протестил вот эти вот максимумы но это я говорил когда думал что вот это вот вся формация закончена как вы помните да но вот у меня есть по-прежнему опасения что она нифига не закончена в общем это такой будем смотреть в общем да в любом случае я очень рад что началась коррекция вот это вот коррекция после этого роста она давно уже напрашивалась я надеюсь будет что-то понятно есть тут будет нормальная ланговая модель на какая-то цена здесь стабилизируется допустим твой здесь можно будет рассмотреть лонг но пока об этом говорить рано потому что здесь она пока только началась пока рисует только первый сегмент структуру еще там непонятно по сути и говорить о том что там она вот-вот должна закончиться но я не могу поэтому один из вариантов здесь мы рисуем какую-то формацию да потом ее скажем так заканчиваем и тогда можно будет посмотреть лонг желательно протестировать вот l2 на вот эту вот зону поплотнее и здесь что-то разворотное нарисовать тогда можно будет здесь рассмотреть какие-то ланги как вариант если тут будет хороший к это ланговая модель если ее не будет или если допустим тут будет какая-то шартовая модель рисоваться на цену будут прижимать к l2 то здесь можно будет рассмотреть наоборот short потому что я не исключаю варианта как это обычно бывает в кризис только на очки думаю что золото там всегда в крис растет нет начале нажатия ликвидности золото как и все остальные инструменты может неплохо припасть поэтому вполне может быть что мы будем дорисовывать большую эту формацию еще раз потестируем вот эту зону 3 вот вполне не исключая такой вполне может быть поэтому держу этот вариант на готове по-прежнему и вот в этом случае уже отбой от этой зоны будет очень хорошей долгосрочной точкой входа стратегической скажем так и для инвестиций или спекуляции вот такой вариант действительно будет очень неплохой целью штамм рисовать не буду там цены будут нормальные вплоть до удвоения легко 1000 на 3 на 4 может сходить но это все я сильно далеко вперед забежал это надо здесь начали подтверждение увидеть на два хода вперед не люблю тут думать рынок должен подтверждать мы должны не какие-то гадалки но я всегда учу не гадалки торговать не свои угадайки и хотелки а конкретные формации конкретные сценарии которые рисуют рынок вот сейчас есть два сценария вот рынок пока не подтвердил ни один из них то есть вот пока только началось грубо говоря три дня это падение он дальше будем смотреть что он будет подтверждать какая будет коррекция к этому росту вот будет тут вообще собственно что-то после этого падения либо нет а либо мы быстренько вернемся откатим вообще вот сюда но в теории все возможно если вдруг какая-то деэскалация будет геополитическая то может быть такое любом случае зона ключевая сказал l2 тут надо смотреть будет ланговая модель после этого роста либо нет либо наоборот будут шартовые модели рисовать до после отбоя этих максимумов исходя из этого будем уже думать теперь фьючерс на s&p 500 предпоследний инструмент московская биржа по-прежнему закрыта вот поэтому фьючерс на s&p 500 здесь как я говорил в прошлом обзоре закрепление ниже l1 дало сигнал о негативе и он подтверждается пока абсолютно ничего хорошего тут не происходит видите цена пытается отсюда отскочить не может вот соответственно и и стягивает к низам тут у нас можно сказать такой диапазончик формируется и вы даже визуально видите да что верхи этого диапазона они постепенно смещаются вниз на если можно даже грубо на основе классического тех анализа посмотреть увидеть да что у нас вот максимум вот максимум ниже еще ниже еще ниже и так далее вот поэтому сейчас пока вот ключевые 4 400 и 4 100 примерно вот границы ключевые границы вот выход в одну из сторон даст скажем так надежду на движение в этой в эту сторону но прежде всего это конечно относится к 4 400 потому что пока надежда на рост очень слабенькая пока здесь картинка откровенно негативная и в принципе можно рассматривать какие-то ланге буквально тут вчера была хорошая возможность на я вот и так вижу даже внутрь меня не заглядываешь есть была хорошая возможность при отбое рассматривать шорту вот этот вот соответственно с точки зрения техники это достаточно понятно здесь опять же если не будет обновлен минимум цена здесь останется то здесь по-прежнему вот зоны логин в целом является неплохим сопротивлением до при отбое которую можно рассматривать шарты и вот эта зона 4360 4400 при отбою который вниз можно рассматривать что ты это в том случае если перед этим не будет обновлён минимум вот потому что если минимум вдруг обновлен будет и цена сюда вернется это будет позитивным признаком позитивным признакам вот а если не будет то это негативное можем снижаться дальше вот поэтому пока здесь хорошего спроса не было такого чтобы вернуть сюда цены рынок пока не нарисовал что такой спрос присутствует по по имеющимся картинкам скажем так вот поэтому тут картинка негативная о лонгах ну я уже сказал когда можно быть поговорить о лонгах если вдруг будет пробой от этого минимума и возврат назад я вот в эту зону это будет хорошей такой ситуации для лонга вот в противном случае но альтернативы для лонга тут если вдруг выше 4 тысяч 400 цена будет закрепляться тоже можно смотреть но в такой вариант я пока не верю такое бывает очень редко при текущей конфигурации скорее будет обновление минимумов вот поэтому есть смысл рассматривать какие-то шорты вот а там уже насколько сильно будет падать цена мы будем смотреть есть у нас цели падать может на самом деле сильно хотя я не думаю что в текущий момент будет сильно падать я думаю что здесь у нас осталось небольшой домой вот в эту в зону 4000 потом может быть какая-то хорошая такая коррекция опять же вот сторону l2 ну и потом следующая фаза скорее всего снижения пока такие мысли у меня если говорить надо глобально поиграть в аналитиков вот такие мысли наш рынок по-прежнему не работает вот сказал сценарий с точки зрения техники которые я тут вижу который у нас тут разыгрываются давайте посмотрим на bitcoin по биткоину продолжается болтанка но собственно тут на самом деле ничего интересного вот все что я говорил неделю назад она все актуально выше l2 если вдруг уйдет и закрепится картинка будет негативно но в этот сценарий я не верю без обновления минимумов поэтому жду теста минимума насколько там уйдут вопросы открыты да но думаю что вполне могут протестировать зону 30 легко но дальше мы смотреть в том случае картинка негативная здесь можно будет рассматривать шарты при ложном выходе выше l2 и отбой вниз это этой зоны но здесь пока не вижу интересных вариантов в этой болтанке там что ты искать какие-то шарты мир неправильно пробой тоже торговать наверно неправильно вот но есть только внутренняя спекулятивно там где-то там смотреть уже по дополнительным признакам потому что но в целом тут может быть совсем небольшой тобой низов вот в целом тут картинка негативная забавляют некоторые достаточно известные блогеры кстати продающие там свои курсы на много миллионов рублей а тут я помню рисовали какой-то треугольник у них тут был они там ждали пробои движения но вот и где этот пробой цена тут же по прижим осталось грубейшие ошибки люди делают элементарные которые собственно любой грамотный технический аналитик знает но тем не менее так мысли вслух может быть завтра опубликую поэтому поводу историю здесь пока картинка в общем негативная ничего интересного нет для покупок либо здесь должен быть для покупок пробой отбой вот сюда до либо закрепление вот здесь можно будет поговорить о чем-то там позитивном это вот этот вариант гораздо более предпочтительным вот это может быть опасно тут надо будет смотреть на структуру которую будут рисовать вот выше l2 но опять же я вообще пока не рассматривают вариант пока он выглядит таким закрепление вышел 2 выглядит очень сомнительно не видно сил на этого рынка по крайней мере на текущий момент но все может конечно заменяться еще что еще хочу сказать важного через неделю стартует очередной поток моего курса по техническому анализу кому актуально ссылку оставлю под видео переходите смотрите да ну собственно вкратце написано обо мне когда пришел на рынке что интересного сделал мои прогнозы самые известные которые собственно говорят насколько компетентен в тех анализе так далее по рублю несколько девальвации до по нефти обновление минимумов ни один кризис уже предсказаны по рублю в том числе текущее движение мной было спрогнозировано еще в прошлом году другое дело что целей там выше 90 я не ставил потому что абсолютные максимум там было непонятно вот программа посмотрите кому интересно вот почитайте очень мощный курс я впихнул туда все что знаю про анализ графика и собственно кто хочет изучить рынок также понимать сценарии формации фазы рынка собственно переходите подключайтесь через неделю в следующий понедельник мы стартуем на этом все отличных вам трейдов и увидимся услышимся на следующем обзоре